Всем привет! Сегодня видео будет теговое. За тег отдельное спасибо Кате из Арабских Эмиратов. И тег называется «Русский это навсегда». Мне, кстати, нравилось, если Катя меня смотрит, что мне нравилось название «Русский это диагноз». И перейдем непосредственно к вопросу. Вопросов здесь ом 6. Да, то есть «Русский это навсегда» — это то, вопрос о том, какие привычки у вас остались, несмотря на то, что вы живете в чужой другой стране, какие русские привычки у вас до сих пор остаются по сей день. Итак, первый вопрос — это в плане одежды. В плане одежды у меня так разделено на сколько? Три пунктика у меня такие маленькие. Первое — это бабушки. Бабушки лично меня, например, привычили, что ножки всегда должны быть в тепле, поэтому у меня всегда на ногах шерстяные носки. Ну, если не носки, то тапочки. Но чаще всего носки у меня всегда на ногах, потому что ноги должны быть в тепле. Ну и вот, я говорила о том, что всегда ноги в тепле. Да, вот я в таких тапочках, я не помню, где-то я их в России еще купила. Ну и в моих, конечно же, теплых-теплых носочках бабушка, которая мне связала. Вот всегда у меня ножки в тепле. Да. Ладно, поехали дальше. Вот, второй пункт, так скажем, — это шубы. Но это не относится ко мне, это относится именно к русским девушкам, которых я, в принципе, здесь знаю. То есть Мичиган у нас такой северный штат, и здесь, если я вижу девушку, женщину в шубе, то я точно знаю, что это либо Россия, либо европейская какая-то страна, ее родная. И так и получается, то есть шубы и шапки. То есть, когда здесь прохладно, все, девушки русские выходят во всей красе, в этих меховых наших шапках, в шубах, в сапогах. А американки, они обычно носят, и американцы тоже, они обычно носят пуховики. То есть, никогда я не видела там дубленки, пальто, шапки какие-то меховые, ничего такого, все очень просто джинсы, ботинки и пуховики. Такие дутыши. И третье — это каблуки. Каблуки — это точно, по-моему, Катя так же сказала, что, если видишь девушку на каблуках, это, скорее всего, не американка точно здесь, тем более зимой. То есть, летом еще как-то, в принципе, можно, но они в плане каблуков все-таки одеваются, наряжаются так, на выход. А в повседневной жизни, прошу прощения, здесь такое очень редко-редко встретишь. То есть, если ты видишь девушку в сапожках, на каблучке, то это, скорее всего, не американка, а, скорее всего, даже русская. Второй пункт — это в плане ухода за собой. Тоже в плане ухода за собой я бы не сказала, что у меня есть какие-то определенные привычки, которых я придерживалась только в России. Ну, это вот такого явного. Но в принципе, или в основном, как это, как по-русски сказать, в общем. Да, в общем, это, например, то, что от головы, что от попы в России найдется какое-нибудь народное средство. Да, то есть, там, над картошечкой подышать, если у тебя горло болит, или, там, гриб. Не знаю, зачем, в общем, не знаю, зачем, все поняли. Найти какую-нибудь травку заварить, найти что-нибудь приложить туда, все пройдет, привязать ниточку пройдет. Вот, такие в плане этого на меня, когда, там, муж что-нибудь заболеет, или я заболела, а начинаю я искать, да, вот эти вот какие-нибудь препараты, что-нибудь намешивать, или, там, для волос маски делать, или что-то в таком плане. Именно, да, уход за собой, за своим организмом, за своим телом. И когда я говорю, что нам не нужно идти в магазин, чтобы что-то покупать, тратить деньги, потому что здесь медицина и препараты, все-таки, которые именно хорошие, они дорого стоят. Так что, да, мы вот так вот народными средствами какими-то пытаемся, я пытаюсь приучить мужа выживать, так скажем. И у него, конечно же, такой сразу взгляд, что, о боже, опять началось. Вот, так что, да, народные средства. Ходить пешком. Ходить пешком, это лично такое мое, наверное, я всегда пытаюсь уговорить его припарковаться где-нибудь в самом начале парковки, чтобы до магазина нам оставалось какой-то промежуток пройти, хоть шагов 20, но где от лишних. Потому что для них это, конечно, то есть, если мы на вот этой плазе, плаза это такой буквой П, да, стоит, стоит здание, у меня соседи кричат, как всегда. Плаза это буква П такая, и вот на этой буквой П много-много бизнеса вокруг. Вот, и чтобы, например, от одного магазинчика, вот, например, от парикмахерской, да, пройти, дойти до, или добраться до другой, к другому магазину на вот этой же парковке, они лучше проедут эти 20 метров. Поэтому, мне кажется, это такое, тоже, не сказать, что российское, но не американское, это то, что ходить пешком. Вот это все по уходу за собой. Третье, это в плане еды. Первое и самое, наверное, явное, это мои супы. По-моему, тоже Катя, Катя из Дубая. Я оставлю на нее ссылочку внизу, если этого я еще не сделала, то, да, потому что я только вот посмотрела, меня так сразу захватило это, затянуло это видео. В общем, вот, супы, потому что здесь супов нет. Есть, но это скорее похоже на какое-то, наверное, скорее всего похоже на пюре, вот детское питание, что-то вот такое. Обязательно такого, то есть непрозрачного бульончика, как у нас, да, а тут вот именно вот действительно похоже очень на пюре, то есть такое, как это называется, то есть густой такое, густой суп. И нет там вот отдельно плавающей картошечки, морковки, нет такого. Именно все вот в одной такой массе. Вот, поэтому, да, супы у меня, я их не могу есть, я попробовала честно, но не доело и есть больше не хочу такого. Второе, это, о, интересно, да, вот это вот, сосиски. Я когда пришла на сосиски, и да, на самом деле для меня сосиска, вот, например, школьный какой-то обед, это пюрешечка с сосиской, да, или дома так же там проголодался, отварил себе макаронов и вот сосиску поесть просто вместе, да, как два отдельных как бы вида. Или там, ну не знаю, отдельно я бы ее даже съела, да, то есть я иногда так вечером проголодаюсь, я делаю себе сосиску и там яйцо, например. Для них, вот у меня муж, он никогда не съест сосиску просто вот так, как она есть. Ему нужно именно с хлебом, то есть не просто закусывая хлебом, а положить между вот двумя кусочками хлеба и сделать как бы хот-дог. Или, чтобы мне заставить его съесть эту сосиску, мне нужно ее, например, в... Я, если ее положу рядом, он ее будет тоже просить мне хлеба или еще чего-нибудь. Я ее просто поэтому мелко-мелко там крошу как-нибудь, вот если такую быстренькую какую-нибудь за... заесть что-нибудь. Так он ее съест, а вот если ее именно положить, я... просто я один раз ее положила на тарелку вот так, то он мне сказал, что, ну, а где хлеб? Это же хот-дог. То есть у них нет... у них есть слово сосиска, но сейчас я не помню, как она говорится. И да, то есть, ну, они называют... муж меня называет их хот-догами, то есть любые виды сосисок. Да, сколько раз я за... за вот это вот... за этот параграф сказал слово сосиска, я не знаю, но, в общем, да, сосиски. И еще одно такое замечание, то, что я заметила, это, как у них здесь называют, готовить from scratch. From scratch значит с нуля, да, с самого начала. То есть у американцев это... если это блины, там, pancakes, то это коробка такая со смесью, то есть где написано просто добавь воды. Ты просто добавляешь воды, перемешиваешь, вот уже готова смесь. Также торт. Торт покупаешь в коробке, вот эта вот смесь, у меня есть видео, как мы делали торт. Туда, вот, который мы покупали, туда нужно добавлять и еще яйца, масло, сахар, по-моему. Нет, сахара, по-моему, не нужно. То есть нужно что-то добавить. В некоторые есть такие миксы, которые добавляешь тоже просто в воду или просто молоко. И все, то есть перемешиваешь и выливаешь на противень. Поэтому все, у них здесь готовое пюре, это в коробке пюре, то есть которое тоже заливаешь водой или молоком. И перемешиваешь. Лапша, быстрое поле приготовления везде, то есть все соусы, они уже готовы. Например, сам сырный соус или еще что-то. Его просто тоже в таком порошочке, его размешиваешь, и оно готово. Ну и так, в принципе, можно до бесконечности называть какие-то продукты, которые не требуют какого-то вмешательства, так скажем, да? Поэтому у меня это чисто, наверное, тоже русское, это навсегда. Что если это блины, то это блины. Если это суп, то это суп. Это с самого начала, с бульона, все. То есть потихоньку, очень долго, у меня муж первое время, он говорил, что почему ты так долго готовишь что-нибудь, это что такое? А на самом деле сейчас он, когда я ему сказала, кто хотел готовить борщ, пойди приготовь борщ. Он заметил, понял, как это долго, как это все. Но насколько это его затянуло, мне тоже очень понравилось. Поэтому они просто привыкли, они привыкли к этому темпу, к этой скорости. Что все очень быстро, что везде этот фастфуд. Да, кстати, можно вообще не готовить, можно просто позвонить в ресторан и вам привезут. Или позвонить там в любом супермаркете. Есть отдельные... Отдельные... Зоны, да? Зоны, где готовят. Прям там. То есть там же вам можно уже и какую-то выпечку, и вторые блюда, и первые блюда. То есть готовить вообще в принципе не нужно. Вот. Поэтому это был пункт from scratch. Следующий вопрос. Это какой? А, нет, еще в плане еды. Это горячий чай. Горячего чая здесь нет. Ни в каком ресторане. Или фастфуд ресторане. Кроме старбуксов. В старбуксе есть этот вот у них... Для русского человека тоже это замешательство, потому что они... У них есть чай. Green tea. Это зеленый чай, который называется чай. Вот. У них именно green tea чай. Да? То есть для меня это будет зеленый чай-чай. Я тоже так сначала смотрела и не понимала, но... Ну и ладно. Вот. В старбуксе можно найти чай. У них чай этот обычно они используют тазо-ти. А, например, как у нас там в любой Макдональдс, в любой Бургер Кинг, в России, в любой другой забегалку или киоск даже, да, везде можно зайти и попросить горячего чая заказать. Здесь такого нет. Здесь везде можно холодный чай заказать, горячего нет. Четвертое. Это в плане повседневных таких привычек. Да, ежедневных привычек. Первое. Это чтение. Как, наверное, любой русский человек, всё-таки Россия это действительно самая была читающая, да, ведь у нас нация. И мне кажется, даже спустя столько лет, столько технологий вперёд, русские до сих пор остаются самыми... Вообще, русские люди остаются самыми читающими. Вот, потому что и у меня это тоже, мне с этим... Я не могу читать, себя заставить с компьютера, то есть с экрана. Мне нужны вот именно книги, мне нужен их запах, мне нужно где-то что-то подписать, мне нужно где-то что-то именно вот пролистать, где-то загнуть страничку. Поэтому у меня нет ни электронной книги, и я не читаю с компьютера, с экрана. Поэтому мы ходим в библиотеку, я беру книги, читаю оттуда. И я не могу, то есть у меня в месяц это... Хоть одна книга, но она должна быть прочитанной. И... Да, то есть, вот, например, муж у меня, он вообще не читает. Просто не видит в этом какого-то... Для меня это не обязательство, для меня это... Как это? Расслабление какое-то, наверное. И мне нравится вот читать, и он этого не понимает, и они здесь многие такого не понимают. Даже здесь у меня есть русские знакомые, которые на работе, например, во время брейка, да, у них, то есть, вот, перерыв обеденный. Если американцы, они там сидят, болтают, там сидят, играют в телефоне, или в проб... Да, хоть где-то, где есть свободное время, они будут играть в телефоне, скорее всего, или в ноутбуке своем, в этом своем лэптопе. И когда ты видишь человека, который читает, это, скорее всего, русский человек. Вот. Чтение. И второе, это... Пакеты. Пакеты, с ними у меня отдельная история тоже. У меня до сих пор шугается муж, что здесь эти пакеты. Потому что первое время мы приносили пакеты, я их складывала, все складывала аккуратненько, да, где грязные, я их мыла, стирала и складывала в отдельный пакет. То есть, у каждого русского человека дома есть пакет с пакетами. Ну, как мне кажется, у нас, по крайней мере, был дома и есть. И у родителей, и у сестры есть такой пакет с пакетами. Здесь у меня тоже первое время я собирала эти пакеты, но, как бы, сейчас я их все равно собираю, потому что мы их потом отдаем на ресайкл, да, переработку. То есть, никогда пластиковое что-то вы не найдете в мусорном бедре, ну, чаще всего люди не выкидывают, они все это разделяют, стекло к стеклу, пластик к пластику, там, вот. И, да, то есть, пакеты я собирала, я их мыла, стирала и складывала в отдельный пакет. Но это еще ладно, это у меня еще муж нормально реагировал, и я думала, что если мы идем в магазин, то нам нужен с собой пакет. Он мне говорил, что нет, пакет не нужен, даже если нужно будет, в каких-то магазинах здесь, вот, дают вам пакеты бесплатно, в каких-то магазинах их нужно покупать. Вот, там, где нужно покупать, их, в принципе, можно и не покупать, потому что всегда в таких магазинах на вот рядышком полочке, где вы себе складываете свои, да, разбираете свои покупки из корзинки, стоит такая гора вообще, огромное количество коробок из-под продуктов, в которые вы просто все складываете и выносите, то есть, не нужно. Или также берете эту же корзинку с этими же всеми продуктами в корзинке и идете к своей машине, да, все выкладываете, то есть, не нужно. Пакеты 110 долларов, 10 центов, но тоже не у всех магазинах, но, например, в Калифорнии, насколько я знаю, по-моему, в Калифорнии, да, по-моему, в Калифорнии в каждом магазине, в таком крупном, где мы здесь получаем пакеты бесплатно, там за них нужно платить в каждом магазине 10 центов, ну, это все на... у них это в... как это... ну, это экология, да, защита окружающей среды, вот, в это русло это все идет. Ну, а также к пакетам у меня потом... не потом, но у меня сразу это началось, и я заметила, что у нас есть такие контейнеры, сейчас я их покажу. Эти контейнеры, они для меня... они ценны, или даже бесценны, то есть, на вот... то есть, не нужно ничего завязывать, да, в узлы, там, эти мешки, можно просто вот закрыл, все, и все, отличные пакеты с такого качества, то есть, для меня, если я вытащила мяско из них, приготовила... У меня муж всегда говорит, что это? Почему вот эти пакеты, они... я их нахожу вот здесь, в мятом состоянии, они... ну, почему они так выглядят? Я говорила, что... ну как, я использовала мясо, я постирала этот мешочек, он высох, я его положила обратно, его можно еще раз использовать. Сначала это был дикий восторг какой-то, или замешательство на его лице, затем это был дикий смех, что насколько ты другая, и насколько все это для меня странно, и... да, я действительно собираю... не собираю эти пакеты, я просто не вижу смысла, почему, то есть, для них это пакет, который используешь один раз. Я не знаю, я могу их и не один раз использовать, как-то, вот, поэтому я их до сих пор в тихушку так помою, постираю, и в ящичек сложу, и потом еще раз использую, ну, я на кухне все время, вот, поэтому, да, до сих пор я их собираю, и также, вот эти... как это? Такие, знаете, проволочки, которые мешочки тоже скручивают, вот, муж у меня тоже их постоянно выкидывает от меня, чтобы я их только не увидела, вот, а я, когда их вижу, все-таки я их, там, прикручиваю себе на такую ручку у меня на одном из шкафчиков, и использую, то есть, они мне очень даже так нужны, и, да, вот. Вот у меня, к примеру, первый, пока единственный на кухне здесь, вот мешочек, в нем лежало мясо, я его постирала, потому что муж у меня его выкинул, но он на такой классной закрывашке, что у меня, у меня не поднимается рука его выкинуть, вот. Ну и моя гордость, моя коллекция вот этих вот зажимчиков для мешочков, у меня тоже муж так проходит мимо и пытается не смотреть, потому что у него, видимо, руки чешутся, их выкинуть, но, не знаю, я пытаюсь ему доказать, что они мне пригодятся. Ну и вот, да, вот такие вот резиночки тоже у нас ими, там, газетки зацепляют, которые приносят почте, вот, вот. Пятый вопрос или как пункт, это в плане музыки и кино, у меня на два пункта, на два пункта, да, разделено, то есть, это муж мой и ностальгия. Начнем с мужа, потому что он изучает русский язык, но у нас такое какое-то непонятное состояние, потому что, чаще всего получается, потому что мне нужна постоянно практика в английском, потому что, почему я говорю потому что, потому что, потому что, так как вы знаете, если изучаете иностранные языки, если вы на нем не разговариваете какое-то время, то язык пропадает, поэтому нужна всегда практика. Также у него, он учит русский, и я не могу с ним постоянно говорить по-русски, потому что мне нужно на английском разговаривать, ему нужно на русском, так что он у меня слушает какие-то аудиоуроки и смотрит очень много фильмов. Он их так даже не смотрит, не пытается особо обникнуть, он просто их слушает. И если мы смотрим дома вместе, такие как, в основном дублированные, вы можете найти именно новые какие-то фильмы, такие как там «Девятая рота», что-нибудь типа «Любовь, морковь», такие фильмы. Я не люблю, честно, современные российские фильмы художественные, но я люблю именно старые, не сказать, что старые, но советского кинематографа фильмы, то есть я «Любовь и голуби» могу смотреть хоть каждый день, я могу смотреть «Чародеев», я могу смотреть «Иронию судьбы» или «С легким паром», то есть тоже я люблю эти фильмы, они очень добрые, «Москва слезам не верит», «Вокзал для двоих», хоть сколько могу их смотреть, но я над ними смеюсь, и их можно найти с субтитрами, но мужу, например, «Любовь и голуби», он будет смотреть, и ему это будет непонятно, то есть их, вот эти шутки наши, которые можно понять только русскому человеку, американцу, тем более современному, моему мужу, да, современному американцу их не понять. Поэтому смотрим, ну или он сам у меня смотрит именно вот эти новые российские фильмы, «Фантом» вот мы недавно посмотрели, но «Фантом» был снят именно и на русском, и на английском, там «Ночной дозор», такие, я их смотрю только из-за него, а сама, так как когда сама одна дома, то смотрю именно наши старые советские добрые, потрясающие фильмы. Ну да, а в плане музыки у меня чаще всего это во время уборки в доме, то есть что-то, чтобы просто слушать на фоне, поэтому я включаю свой плейлист в ВКонтакте и просто ставлю шаффл, и у меня что-то есть на фоне. То есть если это российские исполнители, то, конечно, я их слушаю, поэтому у меня какого-то особой ностальгии нет, у меня такого нет. По фильмам, да, фильмы мне нравятся смотреть, а музыка, ну, играет на фоне, играет, то есть меня это никак не... мне не нравится, и особо я не балдею. Но мне кажется, всё равно через какое-то время мне будет приятно послушать там... Скорее всего, тех исполнителей и те песни, которые у меня связаны с какими-то моментами в жизни, наверное, с какими-то людьми, тогда, да, тогда через... Я знаю, что может быть не сейчас, но через пару месяцев, я не знаю, кто знает, недель, может быть, да, у меня будет такое, что хочу послушать эту песню, и я её найду и послушаю. Вот. И шестое пункт, и последний, к сожалению, это в плане отношения в семье и с противоположным полом. Да. Тоже сказать такое что-то... определенное именно в моём понимании. В моём понимании это единственное, наверное, что... К сожалению, здесь отличается от России, хотя, может, это тоже, это чисто моё, наверное, такое мнение, потому что семья, это семья здесь... Здесь 16 лет у тебя права, заканчиваешь школу, да, ты поступаешь в хай-скул, и там в старшей классе, то есть после завершения школы у тебя своя комната в колледже, ты уже не зависишь никак от семьи, и здесь никто не будет об этом, в принципе, сильно переживать, то есть там мама, может быть, да, и поплачет денёк, или когда ты будешь уезжать, но всё равно это больше такое уже как традиция, наверное, и уже очень такой привычная, в принципе, ситуация, что всё, ребёнок, он вырос, он уже не ребёнок, он, если он поступает в колледж, и вообще даже не если он поступает в колледж, а по завершении школы, да, получении диплома из школы, или как аттестата, всё, это взрослый человек, у которого впереди своя жизнь, в которую вы как родители никак не вмешиваетесь, очень редко встретишь, что действительно как над... Если это девочка, если это дочка, то с этим как-то попроще, да, то есть хочешь, но оставайся дома, живи дома, да, но при всём при этом ты всё равно должна, если ты не поступила в колледж, ты идёшь работать, а работают они здесь лет с 14 уж точно, то есть на полдня, да, как-то по желанию, у нас даже сейчас, когда прям за эту зиму сколько раз выпадал снег, столько раз к нам встречались детки лет 5, наверное, 6 и старше, да, маленько, с лопатами, то есть они зарабатывают на этом деньги, им платишь там, ну, долларов, если там их трое человек, да, на ваш дом, на вашу территорию, то платишь там по 5 долларов каждому, и они тебе чистят снег. К этому детей приучают самых малых лет, или, например, как видим там по фильмам, это действительно так, летом они здесь продают лимонад на улицах, да, то есть вот кто-то приезжает, останавливается, вот покупают лимонад, это всё дети делают, или разносят газеты, то есть именно не газеты, именно почтовые какие-то, да, большие дела, именно такие брошюрки какие-то специальные по району, едет этот мальчик на велосипеде и разбрасывает вот вам газеты к вашей двери, да, или иногда приносят, вот это, наверное, здешнее такое американское, а так как мы говорим о русске это навсегда, это действительно забота, то есть по отношению что к мужу, что к семье нашей, моей здесь, здешней друзьям, у меня особое трепетное отношение, это мне нужно всегда, чтобы муж был накормлен, одет, поглажена вся его одежда, чтобы он был выспавшийся, когда он у меня спит там между работами, например, я как мышка вообще подумают на носочках, или вообще не двигаюсь, лучше сяду где-нибудь, читаю свою книжку в другой комнате, мне кажется, здесь такого нет, здесь я наблюдаю, когда за нашими соседями, вернее, мы за ними даже не наблюдаем, мы их слышим всегда, ну, во-первых, на нашей улице только одна семья, где я вижу и мужчину, и женщину, то есть, видимо, и мужу, и жену, может и девушку с парнем, я не знаю, как это у них называется, здесь очень редко встретишь, особенно, к сожалению, в черном, в черных районах, да, это черные люди, они, это чаще всего маяц-одиночка, с тремя, четырьмя, пятью вполне, у нас ее знакомая, у нее шесть детей, никогда она не работала, и ей сейчас 33 года, вот, то есть, здесь это, конечно, очень так широко распространено, но в белых районах это не так сильно заметно, может быть, только в таких неблагополучных каких-то, а вот в черном комьюнити именно это очень-очень часто встречается такое, ну и в плане вот семьи, да, что это, это свобода, это всегда независимость, это дети в постоянных каких-то проблемах, ну, это тоже у кого как, ну, это чисто мои такие наблюдения, наверное, то, что я действительно вижу, то, что я знаю, в России у нас все-таки это немножко по-другому, то есть, семья это семья, всегда будет, папа с мамой, как сказали, так должно и быть, если нет, то они добьются, чтобы так и было, но, да, здесь после школы уже все, это самостоятельная жизнь, самостоятельное все, ну и как-то видео у меня понесло, 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 я завершу сейчас, завершу свою мысль, и да, всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok